До 2014 года работал в органах внутренних дел Украины, в частности Донецкой области. С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе мне пришлось выехать в Российскую Федерацию, именно в Белгород, где я начал работу в координационном штабе, который куировался непосредственно депутатами Государственной Думы Кобзоном и Зюгановым. После чего в ходе этой работы меня познакомили с сотрудником службы Вечной Разведки Российской Федерации. После этого он начал меня ознакомить в ходе работы, у меня была поставлена задача по вербовке бывших военных переселенцев с Украины, политиков и так далее, для получения информации военного характера и политического. После чего он меня познакомил с сотрудниками ГРУ Генерального штаба Российской Федерации. Были поставлены задачи дальше выполнять задачи по вербовке переселенцев с Донбасса и, в общем, с Украины. После этого я был вынужден, они решили, что мне нужно возвращаться в Украину для продвижения в качестве политической фигуры, либо фигуры национального ДИАЧа. Сотрудники ГРУ Генерального штаба поспособствовали мне устройствам Харьковский, Ленинский районный суд города Харькова, где я проработал полгода, и после того было принято решение получить соответствующее образование для продвижения в дальнейшей карьере. Я поступил в университет, после чего также сотрудники ГРУ ГШ финансировали мои поездки в Европу, в частности в Берлин, в учебных целях, что позволило мне попасть в администрацию президента именно в департамент внешней политики и европейской интеграции. В ходе моей работы в этом департаменте мне удалось получить информацию серьезного характера, и эта информация была передана этим сотрудникам ГРУ ГШ и ФСБ. Далее, после администрации президента, я работал в вооруженных силах Украины, служил в вооруженных силах Украины, где мне была поставлена задача собирать данные о командирах, пунктах дислокации, военной технике и передвижениях. Перед началом военного конфликта сотрудники ГРУ ГШ и ФСБ сообщили мне заранее, что мне нужно предаться от войны, что в последнее время участились их влияния на меня, началось давление с целью выдачи информации объектов территориальной обороны, скопления военной техники и военных администраций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!